Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу и в этом видео я расскажу вам о том, что произошло на недавней трансляции Blizzard Entertainment 8 июля, о чем они сказали, когда выйдет World of Warcraft Shadowlands и много-много новой информации, интересной. Но перед этим сходом, как всегда, теймовички! Теймовички — это когда ты идешь по улице и вот так прям в припрыжку вот так вот идешь, да, и говоришь, хоп, хэллы, где вопрос и где ответ, и люди такие, он что, сумасшедший? Но кто знает, понимает, что это счастливый человек прыгает, ребяточки, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14, с 18 до 21. Ну и откомментируйте, конечно, то, что сейчас вы услышите, потому что услышите вы сейчас, ребяточки, невероятное. Лично я прям взбудоражен до сих пор, ребят. Итак, начнем с того, что вы хотите больше всего слышать, это когда же выйдет Shadow Lens. Но уважаемый Иоанн Хазикостис и вот эта вся банда, банда директоров рассказали, что на самом деле, на самом деле, они выйдут осенью, да? Конечно же, начали многие люди, конкретной даты нету, да? Но начали многие люди говорить сразу же, что осень — это астрономически до 21 декабря. какой-то там астрономически, я не знаю, о чем идет речь. Но, ребята, не бойтесь, не бойтесь и не волнуйтесь, потому что фактически уже все понятно, потому что буквально, переходя уже к следующей теме, автоматически бета Shadow Lens открывается на следующей недельке, да, у нас на следующей недельке. Я так полагаю, наверное, вот числа с 15-го, и она откроется. Обычно появление беты говорит о том, что уже через примерно 3 месяца, то есть так было всегда, вот, всегда так было, вот абсолютно практически каждый раз, когда выходили аддоны, 3 месяца и выходит Shadow Lens. Соответственно, можно предположить, что раз, два, три, да? То есть фактически, как я и говорил, более или менее около 14 октября, как я, собственно, всегда и говорил, что выйдет она либо в октябре, вот, либо в ноябре, потому что, очевидно, ну, типа в декабре она не может выйти по дефолту, потому что там очень такое неправильное время, и Blizzard там тоже затягивать с выходом нельзя, потому что, очевидно, надо, чтобы денюжки шли, да, надо, чтобы люди покупали, надо люди, чтобы продолжали играть, продолжали подписочки оформлять, почему? Ну, ребята, большинству людей это понятно, потому что вот сейчас вот лето, летом выпускать какие-то компьютерные игры, ну, не вариант, все отдыхают, там, типа, куда-то уехали, деревни, ну, типа, предпочитают отдых на природе, скажем так, большинство людей. А когда уже начинается осень, работа, заканчиваются отпуска, заканчиваются каникулы у детей, да, и так далее, начинается учеба, самое время это все дело, как говорится, накрыть сверху тазом World of Warcraft и других игр, поэтому официально, как бы, всегда выпускается тонна игр, очевидно, на осень. Даже вот, естественно, Кибербанк, тоже, видите, всю осень пытается прыгать, ребяточки. Поэтому, судя по всему, около 14 октября у нас выйдет непосредственно Shadowlands, вот, как бы это мой личный такой прогноз, да, потому что начинается, как я уже сказал, бета-тест, ребяточки. Бета-тест начинается, естественно, раздадут все приглашения, кроме меня, а всем желающим, да, как бы, ну, как желающим, да, как получится, кто там создал аккаунт, поэтому создайте аккаунт, возможно, вам понравится, потому что мне Shadowlands не дают, вот, а Альфу не дали, да, бету, ну, что-то не верится, что мне тоже бету дадут, да, то есть там много чего будет нового доступно, то есть доступна уже будет большая часть, по сути, уже будет сразу 60-й левел, Ковенант можно выбрать, прокачать его, что-то там потусить, вот, какие-то миссии отправлять, да, что-то уже какие-то квесты, рейды, подземелья, то есть много там что уже доступно, по факту, и будет все продолжаться, всякие допуски, да, такие делишки. Также новость, как говорится, номер 3, ребяточки, новость, новость номер 3, которая мне очень, в принципе, понравилась, это, они также рассказали, что в ног уважаемого Таргасти не будет вот этой вот, назовем этого уничтожения, как с сосудами, да, то есть ключи туда формить не надо будет, никакие ключи, то есть раньше они хотели создавать так же ключи, как сосуды жутких видений, чтобы вот ходить туда с ключами only, да, их надо было бы формить, они типа отказались от этой идеи, но я очень сильно сомневаюсь, что это, скажем так, не значит, что там не будет ограничений, более чем уверен, что они ведут какое-нибудь недельное ограничение, количество раз, да, или все-таки введут, допустим, один бесплатный, а другой можно как бы нафармить, как бы, да, ну типа ключа, но не ключа, да, ну как бы ключ, но как бы не ключ, но вот так вот, я думаю, вы поняли, к чему я клоню, то есть один раз бесплатно, другой раз, например, нет, то есть, ну в принципе, это прикольно, да, Таргасти, это вообще мое отношение к Таргасти, оно двоякое, да, с одной стороны, мне очень понравились жуткие видения, особенно, когда это было на старте, челлендж какой-то, да, там типа сложно, да, типа интересно изучать, прикольно, да, все вот это вот знакомо, хочется делать, какие-то новые аффиксы, такую сложность, да, вроде какой-то даже, какой-то там шмотка какая-то выпадает, да, типа прикольно, то есть какая-то, может быть, даже польза, что-то там выпадает, какие-то питомцы, маунт, да, то есть, что-то прикольно, да, это жуткие видения, Но, очевидно, жуткие видения Минус в том, что они прикольные только Когда ты начинал что-то с ними делать Да, причем не просто начинал Когда ты с ними что-то делать А начинал с ними делать конкретно Прям на старте, 8.3 Когда вот в 8.3 все бегают Сломя голову, где сгустки Взять зараженные реликвии Как бы прокачать свою тюпочку талантов Вот так вот бегают, как я и сказал Хоп, хэлэ, вот так вот бегают Как вначале я рассказал, да, в таймовичках Все бегают, агалделы Это интересно, это кипиш, совместная деятельность Там все что-то хотят Все интересуются, классно, да Но потом что выходит на данный момент На данный момент начинает играть новичок И ему просто не хочется там находиться Он не хочет абсолютно находиться В этих жутких видениях Они ему не интересны Потому что начинок Который хочет начать играть Человек, да, он в первую очередь хочет Очевидно, уже по дефолту Хотя бы плюс-минус догнать людей Которые уже там находятся И все прошли в топах А это, как вы знаете Вроде как невозможно, да Потому что всего лишь по два ядра порчи То есть даже если ты там как-то наобузишь Нагриндонишь, то все равно Ты типа по порче никого не догонишь Так или иначе, да То есть это просто Ну типа это отвратительно, ребята Отвратительно, да То есть награда такая себе Такая себе награда за эти маски Да, то есть там нету чего-то крутого То есть допустим Смотрите, я думаю каждый из нас согласится Что в теории Если бы оттуда падало что-то прям реально крутое Реально какие-то, знаете, вот редкие Но мощные оружия Там какие-то аксессуары И так далее Что-то вот реально мощное, полезное Или возможно с какими-то интересными эффектами броня И жутких видений Не просто порченая, да Просто порча Ну типа 470-я просто порченая шмотка Тогда был бы смысл ходить в этих масках А так, ну что такое 470-я порча Сейчас ведр появился Еще хуже Вообще очень не хочется туда ходить Выходят, все ходят Просто без масок Туда заходят О боже мой, слава богу Лично я, как вы знаете, да У меня тут тонна персонажей 12 И вот за 12 персонажей я прокачивал До 12-го левела плащ Еще до выхода поправок На то, что типа с одного сосуда 100% один плащ Там по 2-3 сосуда могло уходить на левел И честно скажу вам, ребяточки Ушло на это реально там очень много времени Очень много часов Наверное где-то в целом Дня полтора, наверное, да Дня полтора Вот именно дня полтора Это я имею ввиду вот Типа, ну типа 30 часов, да Примерно Вот так вот Ну что-то я помню Жуткое количество времени Я то что, или бы 20 Точно уж не помню Но это все равно Огромное количество времени На твинков И это самое неприятное Времепровождение в моей жизни Которое я когда-либо делал Да Для качественного контента Ну вот Да И соответственно Что такое Таргаст В моих глазах Таргаст Ну как мне кажется Обязан быть просто Хорошим Рогьюалайком Да То есть они говорят Башня Рогьюалайк Что такое Рогьюалайк Это типа Вы бесконечно идете Бесконечно прокачиваете Персонажа своего Да И вот соответственно Ну то есть Чем дольше вы пройдете Да Как получится И как бы это все классно Как бы это все классно Ты прокачиваешь Во-первых персонажа Только внутри Таргаста Когда он выходит Он не получает Никаких бонусов За то что он там походил Да То есть Ты формишь пока что Как известно Какие-то ресурсы Для легендарок Ну окей Это конечно же хорошо Ресурсы для легендарок Да Бла-бла-бла-бла-бла-бла Но согласитесь Гораздо было бы интереснее Получить какое-нибудь Золото Да Какую-нибудь Другую валюту Может быть где-то там Кусочек репутации Где-то там Я не знаю Какую-то шмоточку Значит Да Какие-то возможно Знаешь Вот те же чары Вот Ну то есть Рандомные какие-то Прям раз Зачарил кусочек Какой-то одежды Да То есть Короче Вот реально Чтобы я чувствовал Смысл от этого Да То есть Ну какой мне смысл Потому что ну поначалу Все такие Торгаст Неделя Две Три И все А потом это превратится В жалкое В жалкое Вот это вот Еженедельное событие Да Где-то вот Как собственно С экспедициями Да Вот надо Раз в недельку Тебе четыре раза пройти Что получить Три Силы артефакта И вот эту карту Да Все Больше этого делать Там не дай бог О господи Только не это И эти мучительные Там 20 минут Сколько ты на это тратишь То же самое будет Торгасте А это Не вариант Согласитесь Да Даже если хоть там 100 маунтов Мне 300 питомцев Предложат Все равно Занятие хлипкое Честно говоря И Ну то есть Если делаешь уже Что-то Ргиолайк Надо чтобы там И добыча тоже была Понимаете Мне так кажется Ну это только Мое мнение Очевидно Да Значит Давайте перейдем Уже к следующей новости Пообсудили Башню Торгаст И как бы Новость Которая Вот рот наоборот Я бы назвал ее Да Вот у меня просто Фейспалм Я ее вижу Новость я туда И в шоке В Шаду Ленс АУЕ сбор добычи Будет открываться На восьмом уровне Джона Траволту Можно Который тоже Со мной Вот так будет стоять Недопонимать Ты серьезно То есть А зачем Просто вот Чтобы вы понимали А у Ялут Это к тому Что типа Убили Убили Вот так вот Сто мобов Здесь Да Шмешь по одному И все вокруг лутнулись Да А в Шаду Ленс Только с восьмого левела Да А до восьмого Как в классике Будешь каждого Отдельно лутать Ну то есть Я конечно понимаю Что восьмой левел Ну до восьмого левела Очень быстро Добраться Да Но Опять же Очевидный вопрос Зачем Зачем Типа Единственная логика Это знаешь Чтобы Как бы Новичок Который вообще Никогда не играл В игру Заходит И такой А почему Одного лутнул А в других Что не было Добычи Вот только что Вот такой вопрос Новичок видимо Не задавал Короче Боже мой Да Значит Следующий пункт Который будет Очень интересно Продолжаться Это пункт Про Так называемую Безграничность Темных земель Да То есть Темные земли По лору Да Это вот Очень сильно Необъятные локации С тонны Всяких душ И так далее Поэтому Близзард Интеймент Естественно Поскольку Она не может Позволить Себе Сделать Карты 30 тысяч Миллион Километров Она решила Просто Их сделать Знаете Как в Неолоте Когда ты Вот так Вот смотришь Вдали Какие-то Там Города Щупальца Торчат На просторах Этой самой Неолота Где-то Там Нзод Сидит Вон Он Сидит Нзод Вон Там Сидит Что-то Выглядывает И они То же самое Сделали В Shadowlands То есть Как бы Мы вдалеке Видим Там Тонны Контента Который Нам Конечно же До которого Не добраться С одной Стороны Это Мне нравится Мне нравятся Такие виды С другой Стороны Как бы Локации Побольше Интересно Смотрятся Для изучения Прикольно Хотя Естественно Не так Хороши Потому что Представьте себе Если вас заставляют На большой локации Раз вы квесты сделали Вас послали в другой конец Локации квесты выполнять Пешочком Бежишь Мобы тебя спешивают Кайф Да и только Ну вы поняли Да То есть в принципе Хорошая такая тема Ну и говоря о Безграничности Скажем так Shadowlands Ребятушки Перейдем к теме На которую чувствую Вы как-то Откомментируете Но постарайтесь Держать себя в руках Потому что Мы живем В современном Обществе И это уже Нормально Ребяточки Потому что В Shadowlands Во-первых Будет персонаж Трансгендер Трансгендер Персонаж Пелагос Пелагос То есть Здесь В Азероте Он был Женщиной А когда он Попал в Shadowlands Как бы умер Как он умер Он решил Там жить В виде Мужчины Да То есть Персонаж Трансгендер Вот И какая-то там Квестовая цепочка Конечно же Квестовая цепочка Будет так же О паре Влюбленных Мужчин Один Который Пожертвует Другим Там как-то Ну в смысле Один пожертвует Собой Ради другого Да Типа Такая Любовная история О любви Двух мужчин Да Но о любви Двух мужчин Интересно Кстати Почему нету Любви Двух женщин Ну может быть Будут Истории Такие Да Но Кстати говоря О любви Двух Мужчин Да Выходит 14 июля Ребятушки Новый роман По World of Warcraft Да По World of Warcraft Там книжки же выпускают И он Такой Своего рода Приквел К Shadowlands Ну это Событие между Бифа и Shadowlands Книжка Да В котором Ребятушки В котором Будет раскрываться Тот Интересный Факт Что Получается Альянс Действительно Потому что Матиас Шоу Голова ШРУ Будет Влюблен В мужика Из Баралуса Флина И у них Там будут Развиваться Романтические Отношения В книге То есть Получается Получается Альянс Все таки Действительно Сосед Или Ребят Это конечно Забавно Да Забавно То есть Люди И так За Альянс Как бы Не играли Да Особенно Сильно На наших Серверах Да А теперь Оказывается Такой Мужчина Глава ШРУ Вот Оказывается Нетрадиционной Ориентации Хотя Вот Нетрадиционной Сексуальной Ориентации Хотя Ребят Хотя В общем-то Там какие-то были Намеки Да То есть Он говорил Что там Ему какая-то Девушка Ну там Типа Все думали Что он там Влюблен Конкретно Типа Думали Что Флинн Влюблен В Телью Форд Драга На Матю Шоу Валиру Сенгвинар Да На самом деле Они говорили О совсем Других Влюбленностях Да Совсем Других Влюбленностях Ребят Они говорили Поэтому Забавная Ситуация Забавная Ситуация Да Прикольная Прикольная Забавная Ситуация Как я и сказал Ребят В комментариях Держите себя В руках Вот Потому что У нас На стримах И Очевидно На видео Нету Нетолерантного Никакого Поведения Да Понимаете Да Ни в коем случае Ни в коем случае Но Это забавно Это забавно Скажем так Я все думал Когда же Это все появится Как сказал бы Многоважаемый Артас А я все думал Когда же вы появитесь И вот и появились Ребятушки Ворд Варкрафты Да Вся эта тема Ну К этому еще сверху Скажем так Накладывается Огромное количество Которые уже люди Своего рода Знаете Ну вот это вот Такое знаешь Типа Непоканонные люди Которые начали Говорить про цвет Кожи Очевидно Которые появились У ночных эльфов У кровавых эльфов Да Невероятные Да То есть Вот так вот И это все Что-то там происходит Да Ну Вот так вот В принципе Лично я Лично я против всего этого Ничего не имею Да Но Зато Теперь мы все знаем Что Альянс все-таки Похожу Действительно Ну и соответственно Все это дельце Мы завершим Скажем так Интересными новостями Из мира Конкретно Прям вот Прям World of Warcraft Не так давно Корейцы Собрали пати Собрали пати Уже не в первый раз Из шести паладинов Четырех рыцарей смерти Четырех охотников На демонов Трех воинов Двух друидов И одного монаха А конкретно Двадцать танков Двадцать танков Собрали такое пати Я всегда знал Что танки сильные Да Слишком сильные персонажи Но К слову О сильных персонажах Много уважаемый Уже знаменитый Своими мувами Как говорится Рекс Трой На этот раз Сделал еще более Знаменитый мув Он собрал Ребяточки Знаете сколько Двадцать седьмой уровень Бесконечных звезд Ребяточки Двадцать седьмой Ребят Двадцать Двадцать седьмой Понимаете Двадцать седьмой У него Шестьсот Семьдесят Пять Порчи Шестьсот Семьдесят Пять Порчи И он пошел На арену И знаете Что он начал делать На арене Со своего паладина В защите Ваншотить Ребяточки Начал ваншотить Да Поскольку он паладин Поскольку у него есть бессмертие Поскольку у него есть длань свободы Чтобы всего этого избегать Да, какие-то есть кони Ваншоты Начал выдавать он Потому что в среднем Его, соответственно, порча бесконечной звезды Критовала от 500 до 600 тысяч урона Вот Это, точнее, просто наносило урон Она могла и критануть Могла и критануть И сделать Интересно 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 Арены, кстати, в этом сезоне очень хорошие Ну и, к слову, еще о одних невероятных достижениях Какой-то умелец На этот раз уже, скажем так, не такой знаменитый, как Рекстрой Собрал в своем паладине Какой-то ряд шмоток Интересных на World of Warcraft Classic И с помощью своей Retribution Aura Которая возвращает урон За паладина Он создал такого паладина Который просто ваншотит Даже абсолютно хорошо одетого разбойника Вот, к слову, картинка Посмотрите на это Просто он ничего не делает А в него разбиваются При этом его ХП остается довольно-таки неплохим С таким-то сбором, да? Ну, это, естественно, при юзе всяких там тринкетов Да? Вроде как при смене каких-то там оружий Короче, ну, такой, знаете, задротной теме Скажем так Но, сами видите, да? Сами видите, насколько изи-бризи Было ему уничтожать, да? Вот такие вот у нас новости Люди фанятся в бедном этом классике Ищут новые билды Молодцы! Молодцы! Это, в принципе, классик и был, по сути, хорош Тем, что можно было всегда Очень много разнообразных вещей Как я уже не раз говорил По сути, как будто бы это Даже не онлайн, а обычный RPG В котором есть какие-то шмотки Которые можно прям залутаться и смотреть Что из этого выйдет, да? Уже не первый рекорд Там когда-то уже вот собирался На 100 плюс процентов уклонения Разбойник 10 уровня, да? То есть, такие делишки, да? Ну, а это вот было такое вот Новостное видео, ребяточки Надеюсь, оно вам понравилось, да? И, как всегда, ребят Бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак ЖУВЛАW Субтитры сделал DimaTorzok